Добрый день, дорогие друзья! Очень много вопросов возникает при разделе совместного имущества супругов. И вот здесь, дорогие друзья, очень многие заблуждаются насчет того, что имущество супругов можно разделить только лишь в браке. Отнюдь не так. И вот в одном из дел, с которыми мне пришлось столкнуться, как раз попало в очень неприятное положение бывшая супруга, которая уже после расторжения брака распорядилась имуществом, и супруг предъявил к ней требования о взыскании денежной компенсации за то имущество, которым она распорядилась, как за имущество, которое было нажито в браке, является совместно нажито. Несмотря на то, что сам супруг распорядился имуществом чуть ли не в два раза больше и дороже. Поэтому пришлось решать этот вопрос в судебном порядке. Вот, дорогие друзья, перед тем, как мы поговорим об этом, хочу напомнить, что если у вас есть подобные вопросы, вам необходима помощь в составлении исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Итак, дорогие друзья, раздел имущества это процесс сложный, и не стоит забывать, что он может иметь место как в период брака, так и в период брака при наличии фактических брачных отношений, и в период брака после окончания фактических брачных отношений, и непосредственно при расторжении брака. А также и после расторжения брака, когда у того или иного супруга остается в пользовании распоряжения и владении то или иное имущество, которое можно отнести к массиву совместно нажитого имущества. Единственный момент, который препятствует разделу имущества, это отсутствие законного брака. Отсутствие заключенного брака исключает момент наличия того или иного совместно нажитого имущества, поскольку имущество нажитое в гражданском браке, то есть фактически в брачных отношениях, без регистрации в органах ЗАГС, не имеет правового значения. Поэтому, дорогие друзья, на эти моменты, элементы, конечно же, обращайте внимание. Единственные нюансы, которые следует учитывать при разделе имущества, которое, вы считаете, подлежит разделу и без заключения брака, это если вы вкладывали личные денежные средства в неотделимые улучшения, к примеру, да, или за ваши личные денежные средства было приобретено имущество, которое было оформлено на гражданского мужа или на гражданскую жену и так далее. То есть есть отдельные элементы, которые позволяют говорить, но здесь речь идет уже не о разделе совместно нажитого имущества, а о взыскании денежных или иных компенсаций, которые связаны с вложением личного труда, денежных средств и тому подобное. И это именуется уже несколько по-другому. Это и взыскание неосновательного обогащения, и убытков, и денежной компенсации за те или иные действия, либо приобретение права собственности на имущество, в которое были вложены личные денежные средства, но никак не раздел совместно нажитого имущества. Это необходимо понимать. Итак, дорогие друзья, если мы берем ситуацию, когда уже брак расторгнут, но совместно нажитое имущество не было разделено, то необходимо помнить, что здесь по-особому рассчитывается порядок и срок исковой давности по распоряжению этого имущества. Поскольку он будет считаться с того момента, когда супруг, права которого нарушены распоряжением совместно нажитое имущество без его согласия, узнал о таком распоряжении. Поэтому, дорогие друзья, на это обращайте особенное внимание. Вот это то, о чем хотелось поговорить. И, конечно же, если у вас есть подобного рода вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем в составлении исковых заявлений, апелляционных, касационных жалоб и других документов. Удачи в делах! Счастливо!